Дорогие друзья, сейчас вы посмотрите отрывки из культовых фильмов про войну. Субтитры создавал DimaTorzok А женщина, скажу я тебе откровенно, самый невероятный народ. Вот она ее в три узла завяжется, а своего достигнет. Ужасно ушлое животное, женщина. Я, братик, знаю. Ведь вот на какие штуки женщины это чертово семя способны. Это еще до войны было, на 1 мая. Я и мои другие товарищи комбайнеры затеялись выпить. Ну, собрались семейно, журнами. Гуляем. Кармошка нашлась. Ну, подпили несколько так по литру на брата. Ну, я, конечно, подпил. И жена, Настасья Филипповна, тоже. И была на этой вечеринке барышня. Очень она хорошо эту цианочку танцевала. Гляжу я на нее. Ах, любуюсь. Ну, и никакой у меня насчет ее ни задней, ни передней мысли нету. А жена, Настасья Филипповна. Настасья Филипповна. Думал я, Некрасов, что ты русский человек. А так отца дерьмо неизвестной национальности. Чего это? Ты откуда родом, Некрасов? Курский. Был Курский, спод лебедяне. Ты лучше про свою тайную болезнь расскажи. Смеяться тут не на чем. Тут смех плохой. У меня, если хочешь знать, окопная болезнь, вот что. Это что ж такое? Некрасов. Что-нибудь такое? Вот это-то, а? Нет, это вовсе не то, о чем по своей глупости думаете. Эта болезнь не телесная, а мозговая. Да у тебя же не может быть такой болезни-то, емкость. Ей же обоставаться-то не на чем. Некрасов, ведь почвы же для них нету. А какая она из тебя? Ну, говори, что тянешь? Ну, расскажи, Паша. Расскажи. Давай. Видишь, как она получилась? Весной помнишь, Лопахин? Когда перегруппировка шла, двигались мы вдоль фронта, ночевали в Семеновке. Сотни-полторы в одной избе набилось. Спали валетами и сидя, и по-всякому. В избе духота, жарища, надышали, сил нет. Просыпаюсь я по мелкой нужде и высомнилась мне, будто я в землянке. И чтобы мне выйти, нужно по ступенькам подняться. В памяти был, точно помню. А полез на печку. А на печке ветхая старуха спала. Ей-то старухе лет 90 или 100. Она уже от старости вся богом взялась. Хватит. Рассказывай, рассказывай, Некрасовый. Не стесняйся, рассказывай. Тут все понятливые, кроме одного дурака. Хватит. Понятное дело, что эта старуха с дуру возомнила. Стою я на приступке печи, а она, божья старушка, рухлятая такая шелудивая, с просонок да с испугу, конечно, разволновалась. И так это мне жалостливо. Кормились, мой. Ты что, что удумал, проклятый сын? А сама мне валенком в морду тычет. И смех, и грех, ей-богу. Я говорю, бабушка, извини ты меня ради Христа. Не шуми. И перестань ногами махать, а то неровен час они у тебя при твоей старости отвержатся. Хватит. Извиняюсь, говорю, бабушка, что потревожил тебя. Но только ты за свою невидность ничуть не беспокойся, холера тебя возьми. В тело слез. С осторожки. С приступка, дурак. Мать честная, я думаю, что ж такое со мной получилось? Не дай бог, ребята, услышали, что я с этой старой дурой так говорил. Они же меня заживо в гроб гонят своими надсмешками. По счастью, никто из ребят не слыхал нашего разговора. И все обошлось благополучно. Но только с той поры редкую ночь не воображаю себя в землянке. Или в блиндаже. Или в каком-нибудь ином укрытии. Она эта твоя окопная болезнь не того? Не заразная она? А то возле тебя с простого ума посидишь, потом, может, тоже по ночам начнешь лазить, куда не следует, а? Дурак. Интересно, почему же это я дурак? Да к тебе даже сибирская язва не пристанет. Не то, что какая-нибудь умственная болезнь. Вот вам молодым и можно воевать без розыдуху. Как и при здоровье. А мне нельзя. Года мои не те. Да и дома желательно бы побывать. Ведь у меня честь вроде детишек. И вот, понимаешь, год их не видел и забыл, какие они обличия. Главное, старшеньку, маршрутку и тут толком не вспомню. А ведь ей 15-й год. Смышленая такая. Первой отличницей в школе училась. Про жену я уж не говорю. Тут дело такое, что сразу слов подходящих не сыщешь. Только признаться, тоже давно уже позабыл, как у нее подмышками пахнет. Смышленая, что ты говоришь о детишек, черт. Очень жалостно. Военнопленный Соколов Андрей по вашему приказанию геррлагерфюрер явился. Так что же, Русс Иван, 4 кубометра выработки, это много? Так точно, геррлагерфюрер. Много. А одного тебе на могилу хватит? Так точно, геррлагерфюрер. Вполне хватит. Даже останется. Я окажу тебе великую честь. Сейчас я лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно. Пойдем во двор. Воля ваша. Перед смертью выпей, Русс Иван. За победу германского оружия. Благодарствую за угощение, но я не пьющий. И хочешь пить за нашу победу. В таком случае выпей за свою погибель. За свою погибель и избавление от мук я выпью. Я готов, яркомендант. Пойдемте, распишите меня. Да ты хоть закуси перед смертью. Я после первого стакана не закусываю. Пойдемте. Ну, закусывай. Закусывай, не стесняйся. Извините, я комендант. Ну, я и после второго стакана не привык закусывать. Ну, я, 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 я. Я, я, я. Я, 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 я. Я, 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 я. Я, 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 я. Я, 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 я. Я, 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 я. Я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок. Это тебе за смелость. Продолжение следует... А где же твой отец, Ваня? Погиб на фронте. А мама? А мама убила бомбы, когда мы ехали в гости. А откуда уехали? Не знаю, не помню. И никого у тебя тут родных нету? Никого. А где же ты начал ешь? А где придется? Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой? Кто? Я твой отец. Папка! Родненький! Я знал, я знал, что ты меня найдешь! Все равно найдешь! Я так долго ждал, когда ты меня найдешь! Родненький! Папка! Арфы нет! Возьмите бубен от винта! Когда летом на рассвете Заглянул в соседний сад Там смуглянка, молдаванка Собирает виноград Я краснею, я бледнею Захотелось вдруг сказать Станем над рекою Зорьки летние встречать Раскудрявый Клен зеленый, лист резной Я влюбленный И смущенный пред тобой Клен зеленый Да клен пудрявый Раскудрявый резной Раскудрявый Клен зеленый, лист резной Я влюбленный И смущенный пред тобой Клен зеленый Да клен пудрявый Раскудрявый резной А с рулянком молдаванка Отвечала парню лад Партизанский молдаванский Собираем мы отряд Нынче рано партизаны В дом покинули родной Ждет тебя дорога К партизанам без густой Раскудрявый клен зеленый Вестезной Здесь у клена мы расстанемся с тобой Клен зеленый Да клен кудрявый Да раскудрявый резной Раскудрявый клен зеленый Вестезной Здесь у клена мы расстанемся с тобой Клен зеленый Да клен кудрявый Да раскудрявый резной Товарищ гвардия майор Разрешите обратиться к товарищу капитану. Обращайтесь. Добрый вечер. Товарищ капитан, пока здесь некоторые старались, ля-ля-ля, первая эскадрилья обеспечила ремонт вашего крейсера. Достали все необходимое. Спасибо. Пожалуйста. Первая у нас молодцы. Если Фокер или Мессер завалить, это вторая. А если что-то достать, это первая. Раскудрявый, клен зеленый, лист резной. Раскудрявый, парень, мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной.